В этой сказке нет порядка, что ни слово, то загадка. Вот что сказка говорит. Жили-были кот и кит. Кот огромный, просто страшный. Кит был маленький, домашний. Кит мяукал. Кот пыхтел. Кит купаться не хотел. Как огня воды боялся. Кот всегда над ним смеялся. Время так проводит кит. Ночью бродит, днем храпит. Кот плывет по океану. Кит из блюзца ест сметану. Ловит кит мышей на суше. Кот на море бьет бакушек. Кит царапался, кусался, если ж был неравен спор, от врагов своих спасался, залезая на забор. Добрый кот ни с кем не дрался, от врагов уплыть старался. Плавниками бьет волну и уходит в глубину. Кит любил залезть повыше. Ночью песни пел на крыше. Позовешь его. Кис-кис. Он охотно спрыгнет вниз. Так бы все и продолжалось без конца, само собой. Но развязка приближалась. В море вышел китобой. Зорко смотрит капитан. Видит, в море бьет фонтан. Он команду подает. Кит по курсу, полный ход. Китобой подходит к пушке. Пушки — это не игрушки. Я скажу начистоту. Не завидую киту. Мама — крикнул китобой, отскочив от пушки. Что же это, хвост трубой, ушки на макушке? Стоп, машина, брысь, урод. Эй, полундра, в море кот. Успокойся, что с тобой? Я, кричит, не котобой. Доложите капитану, я стрелять в кота не стану. Наказать я сам готов тех, кто мучает котов. Всем-всем-всем, дрожа как лист, телеграмму шлет радист. Всем-всем-всем на нас идет чудо-юдо-рыба-кот. Тут какая-то загадка. В этой сказке нет порядка. Кот обязан жить на суше. Сос, спасите наши души. И в ответ на китобазу вертолет садится сразу. В нем ответственные лица прилетели из столицы. Доктора, профессора, медицинская сестра, академик по котам. С ними 70 студентов, 35 корреспондентов, два редактора с корректором, кинохроника с прожектором. И юные натуралисты и другие специалисты. Все на палубу спустились, еле-еле разместились. Разбирались целый год. Кто тут кит? И где тут кот? Обсуждали, не спешили. И в конце концов решили. В этой сказке нет порядка. В ней ошибка, опечатка. Кто-то против всяких правил сказки пуку переставил. Переправил кит на кот. Кот на кит, наоборот. Ну и навели порядок. В сказке больше нет загадок. В океан уходит кит. Кот на кухне мирно спит. Все как надо. Все прилично. Сказка стала на отлично. Всем понятно и ясно. Жаль, что кончилась ума. Продолжение следует...